Я Ир Мухаммед Вертызбаев. Всех приветствую, дорогие YouTube-зрители. Опять мы на моём YouTube-канале и я продолжаю цикл передач встречи с интересными людьми. Ты сегодня очень интересный человек, политолог, эксперт, тележурналист, телеведущий. Я сейчас перечисляю, Газис, этапы твоего жизненного пути. Но самое удивительное для меня, что базовое твоё образование — ты математик. Закончил Павлодарский университет, математик, учителем математики был, магистр математики. И, насколько мне известно, учёба по Балашафу тоже была в значительной степени связана. И вот удивительное такое перевоплощение. Видимо, политика тебя очень сильно тянула, да? Так как получилось, что из математики ты перешёл в политику, можно так сказать. Ну, смотрите, тут интересный вопрос заключается, что вот мы-то, я так родился сейчас в советское время, и в первый класс пошёл в 91-м году, как раз когда распадался Советский Союз. И человек, ребёнок становится осознанным, более-менее что-то понимает где-то в 9, в 10, 11 лет. Какие-то первые намёки, когда он вместе с родителями смотрит по телевизору новости, правильно? Так, интересно. И вот это попало как раз-таки на первую половину 90-х, когда даже в Казахстане, и уж тем более в России, в информационном пространстве, был разгул такой демократии и свободы слова. Я, понятно, мы смотрели там на первом канале, на НТВ. Твоё слово-сочетание понравится представителям власти. Разгул демократии и свободы слова. Ну вот я, представьте себе, вторая половина 90-х, начала 2000-х, я там подросток, студент, смотрю по телевизору казахстанские новости, читаю газету «Время», газету «Республика», «Санди Тайм», «Свобода слова», смотрю, как там советники президента, министры информации. В общем, тебя этот мир заворажил, да? Выступали, да-да-да. Ну вот, в частности, ваше выступление я тоже помню. Вот, кстати, Газис, я посмотрел архив, где-то за два года, как вернулся я, ну, ушёл с государственной службы, 10 или 12 интервью давал тебе, вон так, теперь я тебя буду мучить вопросами. Вот смотри, математика. Я как историк скажу, есть такая вещь, называется «количественные методы в историческом исследовании». То есть математику применяют в историческом исследовании. Строится какая-нибудь субъективная модель, да, хода исторического развития, допустим, что с 91-го года у нас было бы, допустим, вот такое государственное политическое устройство. Ну, скажем, в 29-м году, когда Сталин прекратил политику НЭПа, начал внедрять колхозы, да, некоторые историки пытались количественными методами в историческом исследовании показать, что если бы не вот эта жёсткая централизованная власть, то развитие страны пошло бы по другому пути. То есть субъективно это всё, несостоявшаяся история. Вот у тебя были такие мысли, имея такое базовое образование, тем более магистр математики, подтверждённое там в Великобритании, заняться вот такими исследованиями? Ну, это на самом деле интересно, потому что то, что вы говорите, я очень много с этим сталкивался. Вот, к примеру, есть исследования, которые показывают, что история в нашем представлении на самом деле сильно растянута. То есть то, что мы думаем, произошло 3000 лет назад, на самом деле произошло 1500 лет назад. Но вот эта скудность и избирательное уничтожение исторических источников на самом деле в нашем растении… Ну, то есть тёмные века Греции произошли не 800 лет до н.э., а 400 лет до н.э. И Иисус там родился не 2000 лет назад, а 1500. Но просто вот эта фиксация фактов, когда были мор, голод, какие-то завоевания, уничтожаются свидетельства, и поэтому появляется неточность. Я помню, я даже писал какие-то доклады на физмате вот по этому поводу. Относительно того, что вы, наверное, имеете в виду, что математика позволяет вычислить неизбежность исторических процессов, да? Вот я считаю самым значимым мыслителем 20 века это знаменитого писателя-фантаста Айзека Азимова. Я не знаю, вы знаете, знакомы? Да, очень. У меня, кстати, десятка-два его книг. Вот эта серия научно-популярная, когда он простым языком сложные вещи объясняет. Вот смотрите, и там самая первая книга, он там в конце своей жизни написал несколько произведений, которые почти все его произведения связывают в одну историческую линию. И вот самое начало, конец вечности, там про путешествие во времени, и один философ сказал, что когда мы вносим эффектом бабочки изменения в линию времени, происходит что-то, что-то меняется резко. А я там переставил стакан, и вот все. Но через 100 лет эти изменения затухают. И через 200 лет история такая же. То есть он имел в виду, вы можете отправиться в прошлое, убить Гитлера во младенчестве, и в ближайшие 50 лет все будет по-другому. Но через 200 лет эти линии опять между собой совпадут. Потому что природа человека действует по каким-то математическим законам. Газис, ты бы мог Гитлера во младенчестве убить? Вот представь ему, 6 месяцев он в люльке лежит. Ты знаешь, что это Адольф Гитлер. Ну, я не знаю. Я думаю, что... Ну, Гитлер, конечно, один из главных злодеев человечества. Ну, если не главный, да. Да. Который стал не сам по себе злодеем. Потому что у меня по Гитлеру, по истории германского нацизма, очень большая библиотека. Есть знаменитая книга. «Гитлер. Легенда. Миф. Личность». Это книга. Тысячи и тысячи фактов. Вот, допустим, наличие антисемитизма не только в Германии, а в Европе. Просто невиданного антисемитизма. И по опросам в начале прошлого века, когда сделали опрос немецких школьников, там тысячи немецких школьников опросили. Практически каждый второй утверждал, что Германия должна стремиться к мировому господству. То есть, существовала вот эта мощная благоприятная почва, если бы не Адольф Гитлер, любой другой неизбежно возглавил вот эту нацистскую Германию. Вот же в чем дело. Ну да, я думаю, что исторический процесс стирает в порошок одни нации, а другие нации выживают. Я думаю, что выживают те, внутри которых силен вот этот вот национал-патриотический инстинкт. То есть, в современном ДНК национализма, ксенофобии, я думаю, вплетено в менталитет любого выжившего до нынешнего этапа народа. Вопрос в том, как этот народ с помощью своих культурных достижений способен подавлять свои инстинкции. Дорогие ютуб-зурители, я думаю, с Газизом Абишом я сделаю не одну передачу, а цикл передач, потому что мне очень интересно беседовать. Ты не находишь, вот не ловишь себя на мысли, что в наше время очень трудно найти собеседника в интеллектуальном плане, чтобы получить удовольствие побеседовать на те или иные темы. Ты же очень много берешь интервью. Да, ну да, это может быть клиповое мышление, или может быть люди больше предпочитают поглощать информацию, нежели чем... А ты не находишь, я вот с журналистами часто общаюсь, они все время задают какие-то скучные, такие стандартные вопросы, на которые они сами ответ уже знают. Относительно среднего интеллектуального уровня в интеллигенции, уровень журналистики в сравнении с 90-ми, я думаю, наверное, снизился. Это правда. А с чем это связано? Я помню, в 90-е годы такой невероятно мощный подъем был после распада Союза. Мы приняли закон об общественных объединениях, из закона печати, вот так назывался закон о средствах массовой информации. Газеты, как грибы после дождя, одна за одной появлялись, тогда еще интернета не было. Невероятный такой был подъем. Может быть, социальные сети и новые технологии, интернет, расширение его сказывается, или что вообще? Да, потому что я думаю, что человек может поглотить какое-то количество информации, но количество информации в 90-е было вот такое соотношение политика, развлечения, спорт, к примеру. И они очень сильно благодаря интернету выросли. Но если количество информации по политике росло линейно, то количество информации по спорту и развлечениям росло в кубе или в квадрате. То есть этот резкий дисбаланс и спорт, и развлечения поглощать легче. Поэтому они вытесняют все остальное, и люди уже не тратят. Вот я уверен, вы там во время учебы могли просидеть 5 дней и каждый день по 4 часа в библиотеке. Да. А может ли современный студент сейчас в неделю отдать час в библиотеку? Вот это вот самая такая животрепещущая тема, Газис. Почему? У меня иногда такое ощущение, что многие молодые люди, современные, они даже писать не могут. Знаешь почему? Потому что они на клавиатуре же работают. А мы в свое время сотни и тысячи тетрадей списали, конспектировали. То есть правописание как таковое исчезло. Вот это меня очень сильно тревожит. Не все в той системе образования, которая была в Советском Союзе, все было таким негативным, как и утверждают некоторые деятели. Вот с этой точки зрения, ты в 91-м году пошел в школу, уже после распада Союза. Но как политолог, эксперт, что вот из старой системы ценного можно и нужно возродить и внедрять? Несколько моментов. Первое, я думаю, что хватит экспериментировать и привносить мусор в систему образования. Мы понимаем, что вот смотрите, психология, этика, что-то там еще, вот это вот самопознание, родной край, это все кому-то подходит, кому-то не подходит. И человек, если интересуется, он найдет 15-минутный клип, поймет раз навсегда весь этот предмет. Правильно? Потому что сейчас упаковывают очень компактно информацию. И к тому же, а на эти предметы 8 тысяч профессионалов в каждую казахстанскую школу, которые способны достойно донести информацию, вы не подготовите. Поэтому это все лишняя трата времени. В школе нужно фактически 3-4 базовых предмета, которые невозможно изучить самостоятельно. Математика, физика. Ну еще бы. С математикой. Нет, математика, физика, химия, конечно, должен быть элемент идеологический, то есть история своей страны. История. История. На первом месте потом математика, физика, химия. Ну, вы видите, просто вопрос в том, что ребенок может открыть книгу историческую? Слова Карла Маркса. Из всех наук мы знаем только одну науку – историю. Он, конечно, образно говорил, красиво, но это первая цитата, которая прозвучала на первой лекции в октябре 1973 года. Она мне запала очень сильно в голову. Газис, давай поговорим о какие сейчас острые, животрепещущие такие проблемы тебя волнуют. Вот, например, недавно ты, по-моему, ни одну передачу посвятил проблеме афганских беженцев. И твоя позиция, она была такая, что надо все это согласовывать с американской стороной. Почему? Нет, не мы должны согласовывать с американцами, а американцы должны согласовывать с нами. Они-то пытаются нам… Практически одно и то же. Нет, секундочку. Они пытаются нам втеснуть несколько тысяч афганских беженцев и сказать, что пусть они у вас… Нам, Казахстану или… Да, Централья Азии, в том числе Казахстану, да. Пусть они у вас поживут, мы сейчас их проверим, и те, кто из них хороший, мы их заберем. Это из тех, кто сотрудничает с ними… Ну, это странная позиция вообще. Да. Ну, вопрос в том, что… А если вы кого-то не одобрите, то что вы будете с ними сделать? Вы их оставите у нас? Да, естественно, возникает такой вопрос. Да, а если они у нас останутся, то это же тоже… это тонкий вопрос. Конечно, с гуманитарных позиций надо помогать, потому что их уже казнят сейчас там в Афганистане тех, кто сотрудничал с американцами, но все же это должно быть с четкими гарантиями. Мы же знаем, как вообще великие державы, не только американцы, но и там и Россия, и европейцы, они сначала поднимают партнеров на благую цель, а потом реалполитикс. Газис, вот в связи с этим вопрос более глобальный. Можешь спрогнозировать в течение года, полутора, что будет происходить в Афганистане и что нас ждет в данном случае в Центральной Азии? Очень много же статей и предположений, прогнозов на эту тему и очень мрачных даже. Я думаю, катастрофы не произойдет. Талибан с довольно неплохой вероятностью возьмет под контроль большую часть Афганистана. Может быть, там останется какая-то гражданская война. Центральное правительство продолжит сопротивляться. Потому что не нужно оценивать факт, что в рядах рядового афганского населения тоже есть страх перед талибами и их порядками, когда девочкам запрещают ходить в школу. Довольно жесткие религиозные взгляды. Но способна ли Центральная Азия возвести военные, силовые, идеологические шалоны на пути проникновения их к нам? Я думаю, да, при необходимости это возможно. Ну и плюс позиция России, самая решающая. Недавно же Россия твердо дала понять талибану, что любая попытка военного проникновения будет встречена соответствующим образом. Я когда учился на военной кафедре и на НВП, в начальной военной подготовке в школе, у нас был там офицер, полковник, и тогда талибан буйствовал. Я думаю, а если они к нам вторгнутся? Мне раз и навсегда, мне эта фраза запомнилась, он сказал, ты должен понять, что когда талибы дерутся в своих горах, это одно, а когда они приходят в степи, это совершенно другое. Ну, дело не только в степи, а дело в том, что Казахстан, равно как и Узбекистан, да и другие страны, Центральная Азия, это урбанизированные государства. Я вчера, кстати, смотрел большую передачу по Ютубу, посвященную Великой Сечной войне, почему Гитлер, которого мы упомянули, категорически был против вхождения немецкой армии в города, в Ленинград, в Москву. Вот когда он не выдержал, да, и начал штурм Сталинграда, и армия вошла в город, и она вся погибла. 300-тысячная, 6-я армия. Так, теперь я хочу неожиданно перейти к теме недавней, 25 июля, очень большое событие, на самом деле, прошло, выборы сельских акимов. Я знаю, Газис, твою позицию, ты не то чтобы резко критиковал, но критически относился к выборности, не к выборности как таковой, а к выборности именно сельских акимов на том основании, что у них же нет практически никакого бюджета, и что это чуть ли не номинальная должность. Вот выборы прошли. Что можешь сказать? Нет, я не критиковал, я просто говорил о том, что это психологический трюк со стороны власти. Психологический трюк, надо же. Ну, смотрите, хорошо, вот у нас олицетворением государственной власти является всенародный избранный президент, правильно? После того, как ввели выборность акимов, предполагается, ну вот грубо говоря, что президент потерял какую-то часть своей власти, правильно? Ну, передал ее местным акимам, теперь его власть напрямую вот так вот местным акимам не... Нет, подожди, Газис, здесь я методологически не согласен, любая западная демократия, американская, западноевропейская, это разделенная демократия, там всеобщая выборность, главы государства, префекта там, района там, штата, ну и так далее, всеобщие выборы непрерывные, они идут каждый год. Нет, я понял, смотрите, смотрите, у нас фактически, ну вот я имею в виду следующее, что если мы сравним с тем, там какие полномочия благодаря политическому авторитету, влиянию, ну, в период своего президентства, какими обладал первый президент, да, фактически вот, ну, он страну держал довольно-таки крепко. Ну, потому что сначала экономика, потом политика, это был избранный курс стратегический. Я с этим не спорю. Теперь появились дополнительные политические агенты, у которых собственный мандат от народа. Это выборная Акима, правильно? Да. Но вопрос в том, что силовые органы, суды, правящая партия Акима областей, Акима районов, правительства, национальные компании, все ресурсы, они по-прежнему остались в руках центральной власти. Конечно. То есть я имею в виду, что это фактически, представьте себе, вот власть зачеркнула, полный кулак песка, а песок – это полномочия, да, и один маленький комочек выпал из кулака. Вот это то, что передали местным Акимам. Но теперь в сельской местности аулы очень многие находятся в депрессивном состоянии, и они постоянно строчат письма в аккорду. Помогите, президент, помогите, у нас плохо, у нас там то-то-то. Им нужно было отвечать. А теперь они скажут, вот вы выбрали себе Акима, к нему и обращайтесь. И то есть это как бы власть сняла с себя часть ответственности за положение жителей на селе, возложив ее на плечи местных Акимов. Тут еще с точки зрения политизации, да, происходят очень интересные вещи. Вот только что Ерлан Карен был в студии, и он озвучил такие цифры, ну, свыше двух тысяч, двухсот там или трехсот кандидатов. Это вообще невероятно. Это как раз вот аргумент против критиков на выборности Акимов. Интерес очень большой. Это во-первых. Во-вторых, выбранные Акимы, да, среди них свыше 30% самовыдвиженцы. То есть самовыдвиженцы. То, чего не было на предыдущих выборах. Все было поделено между партиями. И они прошли, стали Акимов. В северных регионах женщины. То есть они приобрели очень большой опыт политический. Первое. А аппетит приходит во время еды. Будут выборности Акимов районов, городов, начиная с 2024 года. И на мой взгляд, вот те люди, которые сейчас прошли, согласись, они прошли мощную школу, так или иначе. Я согласен. И те из них, которые смогут выдавить воду из камня и добиться успеха в своих селах, это очень хорошая закалка. Вот в качестве примера. Я тоже, я считаю, что перспектива у политиков должна тех, кто работает на земле в регионах. В этом смысле, конечно, повышение доли выборности в стране я полностью поддерживаю. Мы знаем, что начиная с, вот где-то полвека, вплоть до Обамы, все американские президенты до этого были губернаторами. И оба Буша, и Клинтон, и Рейган, и Картер, все были губернаторы. То есть они знали, как работает глубинка, как работает регион. Как работает штат государства. Ну понятно, что там, учитывая количество федеральных полномочий, губернатор во время избирательной кампании объезжает каждый округ и знает, как там работает округ. Но также и здесь. Нам нужна эта школа политики, чтобы человек снизу вверх поднимался, продирался сквозь выборные слои. Но дальше бы, Михаил Кобединович, я бы хотел сказать вам, что было бы правильным продолжить эту практику выборы Акимов районов, а может быть выборы Акимов городов республиканского значения, Астана, Алматы и Шенкента. Вот это была бы отличная избирательная кампания, разве нет? Газис, вот я смотрел очень много твоих публикаций. Ты неоднократно высоко оценивал политические реформы президента Тукаева. И на самом деле за более уже чем два года очень внушительный такой пакет демократических инициатив осуществлен. Регистрация партии, уведомительный характер митингов, ну и так далее. То есть если перечислять, слышащее государство и так далее. И тем не менее, я этот вопрос, кстати, Ирлану Карену задавал, да, бытует мнение, что по, так сказать, времени растянут эти политические реформы. Это первая часть вопроса. Ну и, собственно говоря, вторая часть вопроса, вот насколько ты оцениваешь уровень политреформ? Почему, например, реальная такая, пусть даже жесткая оппозиция не представлена в парламенте? Ведь президент Тукаев говорил, это дословно, что оппозиция должна быть в парламенте. Ну смотрите, относительно этой реформы я хочу сказать следующее, что понятное дело, что президент Тукаев в качестве министра иностранных дел поездил по миру и знает, как эта вся система работает. И, конечно, поработав в офисе ООН в Швейцарии, он тоже хорошо знает, как это работает. Я уверен, что большинство представителей казахстанской политической элиты хотело бы, чтобы наше государство и наше общество работало, как европейская демократия эффективная. Но пройти эти 10 шагов, это пройти не по голому паркету в ботинках, а зачастую приходится идти босиком по горячим гвоздям. То есть я имею в виду, что ты думаешь, вот я сейчас напишу сложный указ, в котором состоящий из 200 пунктов, и с завтрашнего дня мы живем, как в Швейцарии. Но тут возникают различные барьеры, которые необходимо учитывать. И вот здесь вспихивать, здесь нужно убирать. То есть, безусловно, демократическое существование общества — это важно. Но над ним есть два приоритета, или три даже приоритета. Первое. Нам, конечно, нужно сохранить суверенитет, территориальную целостность и независимость. Нам, конечно, необходимо сохранить безопасность наших граждан и, конечно, поддержать достойный уровень жизни для граждан. И часто все эти три пункта совпадают с интересами демократизации. Но нередко они в узловых точках входят в противоречие. Поэтому центральной власти приходится выбирать. То есть получается, как бы, Газис, вот скорость демократизации, скажем так, или желание во что бы то ни стало завтра жить как американцы или швейцарцы. Я все время вспоминаю знаменитую фразу Нурсултана Абещича Назарбаева на одной пресс-конференции, когда, по-моему, западный журналист задал ему вопрос, и Назарбаев несколько раздраженно ответил, где я вам возьму 18 миллионов американцев. То есть вот может Токаев вслед за Назарбаевом сказать, где я вам возьму 19 миллионов швейцарцев или австрийцев? Ну, знаете, я, к примеру, приведу пример. Я не знаю, насколько он релевантен и точен, но я приведу пример. Вот у нас одна из линий, которую рассказывает наше общество, это национально-языковой вопрос, да? Ну, в смысле вопрос национализма, вопрос вот этого ощущения себя как пассионарной, националистической или толерантной нации. Не националистической, лучше сказать, единой нации. Да, единой нации. Ну, нет, я имею в виду, что в национал-патриотическом секторе люди гордо называют себя националистами. Ну, в принципе, те, кто разбираются в этом, в этом нет ничего крамольного. Да, да, есть разные интерпретации термина. Национализм, да, он сыграл. Вот гражданский национализм, я ратую за гражданский национализм. Да, и они все время говорят, вот нам необходимо демократически решать вопросы, в том числе через референдум. И когда ты спрашиваешь и у тех, и у других представителей противоположных как бы флангов, которые за доминирование только одного государственного языка, а другие за свободу обращения любых языков. Давайте решим этот вопрос седьмой статьи Конституции на референдуме. Оба фланга против. Я, в смысле, те, кто за то, чтобы русский язык оставался в Конституции, говорят, не надо референдуму. Есть язык и не трогайте его. Те, кто за его исключение, говорят, какой референдум? Вы что, обнаглели? А твоя позиция какая? Я не знаю, для меня это пока довольно сложный вопрос. А для меня очень легкий вопрос. Знаешь, почему? Потому что есть до юра и де факто. До юра, допустим, можно спорить там то, о чем ты говорил, что два государственных языка, один государственный язык. Есть де факто 30 лет практики. При президенте Назарбаеве и уже президенте Токаеве продолжается вот эта практика, которая позволила Казахстану, единственному государству из всего постсоветского пространства избежать межнациональных противоречий. Ну, скажем, в данном случае я имею в виду противоречия прежде всего с титульной нацией Советского Союза, с русскими, которая не избежала Молдова, Украина, Прибалтика отчасти, да, и другие страны СНГ. В Грузии я пять лет работал послом. То же самое. У них просто конфликт между грузинами и Абхазами возник. И в этом плане то, что в Казахстане вот этот практический опыт 30-летний, смотри, государственный язык казахский, русский язык межнационального общения, употребляется наравне с казахским языком в органах государственной власти и так далее, все это позволило, вот выверенная, тщательно продуманная политика Назарбаева в свое время, она, на мой взгляд, позволила нам избежать того, что не могли избежать практически все другие страны СНГ. Нет, ну, мой взгляд на языковую проблему такой. Я считаю, что казахский язык должен продолжать оставаться единственным государством и должен получать... Безусловно, безусловно, здесь даже не обсуждается. Да, и должен получать интенсивную государственную поддержку. Русский язык, его не нужно насильственно выдавливать и не нужно насильственно удерживать. Он должен получить естественную котировку. Здесь хочу сразу не то, чтобы поправить, скорректировать. Выдавить русский язык, его невозможно. Это один из шести мировых языков. Мировой язык не выдавливается. Понимаешь, он уже утвердился. Он только может расширяться, но он не может сокращаться. Как бы того ни хотели. Если начинается процесс сокращения его, то, как правило, носители этого языка, они вот уезжают... Ну, французский ужал. Ты возьми, ты возьми, вот многие страны СНГ, я сейчас не буду, чтобы не было скандалов перечислять, да. Большой поток уехали русских на историческую родину. Из самой России, кстати, уезжают. В Европу, в Германию, в Америку. То есть наступили новые времена, миграция очень большая. И мне кажется, не надо ставить вот этот языковый вопрос, делать его проблемы во главу угла и говорить на эту тему. Ну, вы понимаете, я очень многим пытаюсь это объяснить. И люди не понимают. Вот вы выросли там в Караганде, да, вот из Караганы, я с Паладар. И то, что вы помните, что было в Караганде в 60-70-е, что я помню, что было в Паладаре в 80-е. У нас одна школа была всего на казахском языке. И я имею в виду, что уже гигантский прогресс совершен в сравнении с теми временами. Гигантский, вот это правильно. Сейчас мне говорил, там, вот Дидар Смогулов, бывший глава Национального центра института, рассказывал о том, что сейчас, в 21-м году, там более 75%, я думаю, что это более чем 3 четверти сдавало ЕНТ на государственном языке. Я хочу, дорогие YouTube зрители, напомнить, 1989 год, 32 года назад по официальной переписи населения в Советском Союзе, по официальной переписи казахов было 39%. Свыше 60% не знали своего родного языка. И за 30 лет независимости гигантские, вот здесь я полностью солидарен и поддерживаю позицию газизм, произошли возрождение казахского языка, культуры, ну и других сфер жизнедеятельности, гуманитарной и так далее. Вот, Газиз, какая такая самая острая, злободневная тема, кроме вакцинации для тебя сейчас? В поле твоего зрения чем ты занимаешься? Нет, ну я слежу, я прослежу, понятно, за экономикой. Инфляция и соответствующее падение доходов. Вот давай по инфляции конкретно. Что нас ждать в течение года? Ты как эксперт, что ты можешь сказать по инфляции? Продолжение роста цен. Недавно я экономиста Хазина посмотрел интервью, и он мне, мне говорил, YouTube зрители, объясняет свою позицию, она меня очень сильно встревожила. Он прогнозирует невероятную инфляцию в ближайшее пятилетие, причем называет главного виновника Соединенных Штатов Америки, который по-прежнему печатает в громадном объеме доллары, неподтвержденный, и государственный долг, ты знаешь, триллионы долларов и так далее. И он считает, что главный источник инфляции будет идти из Америки и распространяться по всему миру. Он уже идет, это так происходит, да. То есть имеется в виду, нет, американцы закачали и закачивают, и вот сейчас очередной инфраструктурный план, они утверждают в Сенате вместе с республиканцами, выделяют очень много денег, качивают в экономику, количество долларов обращаемых растет, цены в долларах на мировом рынке растут, значит импорт к нам в экономику становится дороже. И это все... Что бы ты посоветовал тем YouTube-зрителям, у которых есть на руках доллары, что с ними делать? В недвижимости их или в хранить трех валютах, или что? Как спасти деньги, образно говоря? Ну, смотрите... Через твой вот жизненный опыт. Я, смотрите, я не хочу никому советовать, потому что я не финансовый эксперт. Подожди, ты только что сказал, что ты экономикой занимаешься. Нет, я рассуждаю... И в Википедии указано, политика, экономика там... Я не хочу брать на себя ответственность за личные стратегии других людей, но я рассуждаю следующим образом. Америка производит очень много реальных товаров и высасывает мозги со всего мира. Да. Казахстан за 30 лет реального производства не создал. В рамках печатания денег мировой инфляции валюты будут слабеть, потому что денежная масса будет расти. Но у меня есть чувство, что тенге будет слабеть намного быстрее, чем доллар. И, значит, если они летят, то Америка летит там на парашюте безопасном, а тенге летит со всей силы об дно, чтобы удариться. И поэтому, если у вас сбережения в долларах, то и через 10 лет, даже если доллар упадет, ваши сбережения будут надежными, потому что тенге упадет еще больше. Ну, здесь я спорить с тобой не буду. Почему? Потому что за любой национальной валютой лежит прежде всего конкретная экономика. И сколько бы ни прогнозировали по Соединенным Штатам, это гигантская экономика, это по-прежнему экономика номер один. И, на мой взгляд, до середины века она точно будет оставаться экономикой номер один. Очень много говорят про Китай, что вот-вот Китай станет экономикой номер один, но они забывают, что внутри Китая гигантские проблемы, там отсутствие пенсионной системы, экология ужасающая, ну и так далее. Газис, ты упомянул, что за 30 лет Казахстан не создал собственного производства, я не могу с этим согласиться. Почему? Во-первых, у нас достаточно промышленного, производственного отношения, Казахская Советская Социалистическая Республика, она уже была развита. Она входила в четверку самых развитых таких по объему промышленных. Я имею в виду Украина, Беларусь, Россия и Казахстан. К примеру, за счет поводорского тракторного завода, которого сейчас нет. Мы не только сохранили, мы и создали достаточно много новых объектов. Если брать, допустим, Казахстан как транзит, новые железные дороги, автобаны, ну и так далее, и Казахстан, который ежегодно миллиарды долларов получает за счет гигантского потока китайских товаров, которые идут в Европу. Я просто один аспект обозначил. Я за критику. Но я не люблю критику, которая такая голословная. Это не в плане обидеть тебя. Вот за 30 лет мы ничего не создали. Господи. А за счет чего мы живем? За счет не только нефти и газа. У нас есть национальный фонд. И ты возьми даже столицу, в конце концов, которая, помимо того, что появилась новая столица, строительство новой столицы, оно вызвало невероятное появление домостроительных комбинатов, строительной индустрии. Областные города все преобразились. Я вот помню, так получилось в середине 80-х годов прошлого века, я был аспирантом МГУ. Я в 8 городов Казахстана объездил, в областных архивах работал. Ну, захолустные такие типичные советские городки были. Понимаешь, да? И насколько за четверть века они преобразились. Это очевидно абсолютно. Смотрите, в Павлодаре был тракторный завод в советское время, а сейчас его нет. А вы можете, помимо нефтянки, назвать еще что-то, что Казахстан создал за 30 лет? Хорошо. Значит, я тебе так отвечу на этот вопрос. В Павлодаре был и тракторный завод, и помнишь, был Павлодарский автобусный завод, пазики выпускали, да, и так далее. Глобализация, да, она внесла такие ужасающие коррективы буквально по всему земному шару. Когда, ну вот мы Китай упомянули, да, когда произошло некое распределение труда по всему миру, когда Китай стал промышленной мастерской мирой, которая может миллионы этих автобусов и тракторов выпускать, и стало невыгодно в высшей степени, то есть мы должны тогда, сохранив этот Павлодарский тракторный завод, мощнейшую протекционистскую политику сделать, закрыть эти границы и заставить всех только на Павлодарских тракторах ездить. А как иначе? По-другому невозможно абсолютно. Я тебе просто один пример привел. Нет, смотрите, индустриально-экономический монстр Европы – это Германия, которая супертрудолюбива и производит все на свете, да? Но вокруг нее сохраняются Финляндия, Чехия, Голландия, Бельгия, Италия, у каждой из которых есть несколько мощных промышленных брендов. Когда Чехия все время борется с тем, что ее валюта укрепляется, и у нас девальвация, у них постоянная ревальвация, им приходится ослаблять свою валюту, чтобы не терять на экспорте. В Финляндии мы знаем, там их бренд Ноки, они в какой-то момент начали развивать, а один мощный промышленный гигант с конечной продукцией машиностроения и всей цепочкой внутри экономики тащит за собой в 20 раз больше отраслей, правильно? У нас же нет этого. Я знаю, Газис, очень хорошо, вот просто пример сейчас для YouTube зрителей приведу. Toyota взять, да? Toyota – гигантский автоконцерн в Японии. Его обслуживают 13 тысяч малых предприятий, где работают по 3-5 человек. Ну, какое-то малое предприятие, которое какой-то болт делает, какую-то там панель там для машины. 13 тысяч мелких предприятий. То есть, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Вы купили Prado, и 20 тысяч японцев получили по 5 долларов. Да. А у нас? Смотри, я когда, по словам Беларуси, работал, мы вели долгие переговоры с Гомсельмашем. Они, Гомсельмаш, это в Гомеле гигантский завод производства тракторов, комбайнов. И они, вот все комплектующие привозят. В Казахстане здесь идет сборка. Ну, и мы не то чтобы выдаем, как за свою продукцию, но сборка идет реально, ну, ну, как ты будешь целый готовый комбайн, да, его там транспортировать в Казахстан. Сборка идет здесь. Лукашенко на последней встрече, я когда с ним прощался, 29 августа 2019 года, он мне открыто сказал, вы не могли бы у нас в Казахстане купить Гомсельмаш? Я помню, он написал записки о том, что есть такое предложение, да, и вспомнил про Паводарский тракторный завод. Ну, в конце концов, специалистов, там, ПТО возродить и так далее. И в конечном итоге, когда с белорусами мы говорили, они пришли к выводу, что что бы мы ни делали, да, наши трактора будут 3-5 дороже в конечном итоге, чем китайские трактора или там польские. Ну, они просто моментально тут же пример приводят. Вот как быть в этой ситуации? Я понял. Вы имеете в виду вот то, что говорил Танерперген Бердонгар, кажется, да, он предлагает… На него как на классика ссылаешься. Нет, он написал у себя в Фейсбуке пост, над которым я пережил все стадии. Сначала смех, потом гнев, потом растерянность. Когда он сказал, откройте границы, пусть дешевый китайский товар хлынет в Казахстан, и все будет. А сами давайте развивать сельское хозяйство. В переводе на язык он говорит, превратите страну в Монголию. Да, или во что-то. Я просто хочу сказать, что никто не предлагает пытаться создать промышленную систему, как в Японии, в Корее, за раз, да? Но можно ли создать за счет государственных преференций, за счет чего-то реальное производство сверху донизу у нас в стране? У нас есть металлы, у нас зарплаты относительно низкие, ниже, чем в Японии. Что-то создать такую налоговую систему… К примеру вот приведу, да? Можно ли создать такую налоговую систему, при которой производители платят меньше налогов, чем торговцы? Экспортеры платят меньше налогов, чем импортеры. И это и через подоходные, через социальные, через зарплаты и так далее. Можно? Можно. Можно ли… Ну вот Корея. Корея сейчас лучшая страна в мире. Завоевывает «Оскар», берет, производит телефоны, автомобили. Все на свете, да? Они начали вот из этих чеболей, национальных лидеров. Они взяли и вот очень внимательно выбери одна компания. Все, стой. Вторую, тык-тык-тык-тык, третью. Вот так по одному поднимать можно? Ты привел пример Кореи и забыл упомянуть о гигантских, невероятных американских инвестициях и вложениях в эту страну. У нас тоже было много инвестиций. У нас очень много приходят инвесторы. И ведь люди готовы… Вот, кстати, ты упомянул, у нас много было инвестиций. Америка 120 или 150 миллиардов долларов вложила. Я когда посмотрел, проанализировал, практически все в нефтегазовый сектор вложил. Американцы вложили. Да, ну… Вот ты возьми сейчас цифровые гиганты, да? Google, там, Facebook и так далее. Их стоимость, она в 10-20 раз больше, чем в Газпром весь стоит и так далее. Нет, ну хорошо. А были истории, когда иностранные инвесторы, которые хотели что-то произвести сложное в Казахстане, уходили, потому что у них здесь кто-то неназванное требовал взятку. Были же и такие истории. Были, были, и неоднократно, кстати. Ну, это кто в этом виноват теперь? Не хотелось бы на этой печальной ноте заканчивать нашу передачу, Газис. Во-первых, я тебя буду часто приглашать. Я вот Рахима Ашапаева затянул, он мне обещает каждый четверг в моей студии выступать. Я надеюсь, ты тоже. Очень содержательная получилась у нас беседа, и я хочу в конце неожиданно перейти к теме пандемии и вакцинации и даю тебе возможность обратиться к YouTube-зрителям и особенно к так называемым антиваксерам, антипрививничникам. Что бы ты им мог сказать? Ну, я не хочу никому навязывать. Я не хочу нацию делить по принципу ваксеры и антиваксеры. Я просто расскажу о своем примере. Я переболел год назад в июне, и после болезни у меня антитела были на уровне 12. В апреле я пошел проверил, у меня антитела выросли, стали 60, ЭХЛ-тест. Тем не менее, я пошел, привился двумя дозами спутника, проверил, и у меня антитела есть и через ЭХЛ-тест, и через ИФА-тест к спайп-белку, и сейчас я чувствую себя более защищенным. У меня в окружении есть люди, которые не верят, не вакцинируются, и некоторые из них, будучи в возрасте, довольно тяжело переносят болезнь. Это просто факты. От себя я могу добавить, тоже не буду сейчас пропагандой заниматься, призывать. Я за это время в трех-четырех странах был, ну, там 3-5 дней выезжал по, значит, делам. В Москве был, в Грузии. Везде вот так показываю... Паспорт. Ну да, паспорт вакцинации. Ты моментально проходишь и так далее, зеленый свет. Вот. Я просто знаю, что в ближайшее время, в связи с тем, что новые штаммы идут, да, практически все, кто не вакцинированы, они будут невыездные. Это совершенно... Нет, ну, видите, про выезд, когда говорят про выезд, это проблема, извините меня, богатых людей, Эрики. Большая часть населения, я в том числе, не могут себе позволить поездку в какую-то страну туристическую. Тут главный вопрос не то, что вы невыездные, да, а тут вопрос просто защиты себя. Значит, я тебе так скажу, я знаю людей, десятка-два людей, которые не относятся к богатым, даже к зажиточным, да, слоям населения, но которые невероятно много путешествуют. Для этого есть интернет, и которые иногда буквально за копейки находят билеты. Они сидят безвылазно и находят очень много каких-то бюджетных рейсов, еще что-то в этом роде, какое-то поощрение и так далее. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что поездки, путешествия, это удел только богатых людей, на мой взгляд, было бы не совсем точно, потому что... Ну, я последние три года себе могу позволить только паровое. Есть статистика, миллионы людей, миллионы людей, вот я смотрел за 2019 год, если брать и плюс внутренний туризм, 8,5 миллионов казахстанцев находились в поездках. В страны СНГ, в дальние и внутренний туризм. Это очень внушительная цифра, почти половина населения. Я думаю, 80% из них – это Россия, Кыргызстан, Забхистан, то есть ближние зарубежья. Дорогие друзья, пишите, задавайте вопросы. Газиз Абишев был у меня в гостях. Спасибо, Газиз, что согласился прийти. И я заранее хочу сказать, что буду приглашать частое, мы будем определять темы. А вы пишите, задавайте вопросы, какие бы темы вы хотели обсудить со мной и вместе с Газизом Абишевым. Газиз, спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!